Собачий нюх это лучшее средство при раскрытии преступлений. Практически ежедневно в регионе собаки участвуют в осмотрах места происшествия, помогают расследовать общеуголовные преступления. Они хорошо идут по следу. Каждая собака умеет делать что-то свое. И когда в оперативной деятельности собака ищет, в моем случае наркотические вещества, она думает, что она ищет либо еду, либо свою игрушку. То есть для нее наркотическое вещество ей совершенно не нужно. И она думает, что именно запахом наркотического вещества пахнет ее игрушка. Поэтому при любом выезде, оперативном или какой-то плановое, рейдовое мероприятие, мы всегда с собой возим вместо пистолета, так скажем, как положено сотруднику, мы возим корм и игрушки. Очень игривая и радостная овчарка Берта на службе два с половиной года. Чтобы увидеть ее в деле, начальник кинологической службы выдал мне специальное вещество. У меня в руках имитатор наркотического средства. Сейчас я положу его в одно из мест в машине, и мы посмотрим, как Берта справится со своим заданием. Вот смотрите внимательно. Я кладу прямо в бензобак. Сейчас все проверим. Мы спрятали это средство, которое вы мне дали в руки. Покажите, как вы сейчас справитесь со своей работой. Берта знает, что за проделанную работу она получит приз – лакомство или любимую игрушку. Поэтому с радостью ждет начало работы. Где, 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 где? Где, 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 где? Где, 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 скажи. Скажи, скажи, скажи. Молодец. Ищи. И здесь наступает поощрительный момент. С места закладки собаке отдается аппорт. Ей не нужен наркотик, ей нужна игрушка. Мы проверили способности Берты еще раз. Произведем еще один контрольный пуск. Спрячем чуть посложнее в салоне автомобиля. Под сиденьем. Собака прямо носом показала, где лежит закладка. И вновь игрушка у нее. При каждом выезде происходит именно такая процедура. Эта работа в паре нарабатывается годами. Для того, чтобы обучить животное всем навыкам, Елена прошла школу подготовки специалистов-кинологов в Уфе. По окончании они вместе с Бертой сдавали экзамены. Это действительно очень сложно. И, наверное, если кто-то из девушек подойдет ко мне И скажет, что как тебе работает, Я скажу, что это действительно сложно. Потому что в действительности нужно очень много терпения На то, чтобы отдрессировать собаку. Но в этом, мне кажется, есть свой плюс. Потому что женщинам, наверное, всегда проще с детьми в воспитании. И, соответственно, с животными. Но и с другой стороны, женщинам сложно в том плане, Что с любым животным, будь то кошка, будь то тигр, будь то собака, Нужно показывать свой характер. А не у всех женщин это получается. По словам Елены, у всех кинологов работа основана на любви к животным. Каждый день и она, и собаку очень радуются встречи друг с другом. Поэтому их связка дает хороший эффект. В Рязанской кинологической службе работают 15 специалистов. Трое из них – женщины. Начальник подразделения рассказал, Что все девушки очень любят свою работу. И, пользуясь случаем, поздравил всех женщин с наступающим праздником. От своего имени, от лица наших сотрудников, Хочу поздравить женщин наших сотрудниц, Сотрудников полиции. У нас много работает женщин. И вообще всех женщин в частности. Всех с международным женским днем. Счастья, любви. Продолжение следует...